Ребят, всем привет! У нас такое неожиданное включение. Я решила показать вам, заснять, ну я думаю, вы по названию уже все поняли. Я хочу заснять интервальное голодание. Но это не будет типичное видео, это будет больше как влог. И также я не хочу придерживаться какой-то кето-диеты, либо, знаете, вот правильного питания. Я хочу сделать так, попробовать 3 дня, посидеть на интервальном голодании, есть с 10 до 6 вечера и все. И позволять тебе 3 приема пищи в день без перекусов. И также я могу есть все, что хочу, но в адекватных, так скажем, порциях. Питаясь так, я хочу посмотреть, сработает ли это, сброшили хоть какие-то килограммы и так далее. Я сейчас набрала, так как у меня приезжал отец. Я много ела мучного, всякого жареного, да. Поэтому я набрала вес за эти недели, которые мы были с папой тут в Питере. Я сейчас вешу где-то 83 килограмма, так и я хочу посмотреть, что будет, если я 3 дня буду питаться на интервалке. Как вы можете, наверное, заметить, тут у меня разруха. Сейчас покажу вам. Кстати, я в последнее время полюбила читать перед сном. Во-первых, отвлечься от посиневных дел. Во-вторых, засыпание происходит гораздо легче. Но бумажный формат в этом плане не очень удобен. То свет так не падает, то в руках неудобно лежит. Поэтому я сейчас выбираю книги в электронном виде. И как вы знаете, я люблю эстетику. И тут я нашла для себя идеальный вариант сервис строки. Это огромная карманная библиотека, да еще и с красивым интерфейсом и удобным расположением контента. Тут даже есть большой выбор эксклюзивных книг и аудиокниг, которых больше нигде нет. Мне, например, очень понравилась книга «Китаянка на картине». Собственное издательство строк. Знаете, это не тупой ванильный роман, а история с интересным сюжетом и щепоткой мистики. Главная героиня, переводчица с китайского, встречает в Париже в метро красавчика-архитектора. И, конечно же, у них сразу происходит искра, буря, безумие. С этой встречи влюбленные неразлучны. И как-то раз, прогуливаясь по Парижу, они натыкаются на гаражную распродажу. И там они находят картину с красивой китаянкой. А на заднем фоне полотна нарисована пожилая пара, которая очень похожа на наших главных героев. Блин, на самом деле это такая криповая ситуация. И, конечно же, они решают купить эту картину и разобраться. Итак, наша пара попадает в Китай. Там они встречают китаянку с картины. Она открывает им секрет, и их жизнь переворачивается на 180 градусов. Они в шоке, я в шоке, все в шоке. Спойлерить не буду, но если вы хотите узнать все-таки, что за секреты таит себе эта картина, то срочно бегите на сроки читать роман. Книга, кстати, небольшая, читается легко. У меня как раз для вас подарок. По моему промокоду САХАЯ для вас будет бесплатно подписка много на 30 дней. Поэтому не откладывайте и переходите по ссылке в описании. Так вот, ребят, я решила снять короткое видео. Вчера, видите, просто такая вот разруха. Ничего еще пока не вышло. Но когда выйдет это видео, скорее всего, шорт уже будет готов. Вот, смотрите, вот у меня такие штативы. Я вот тут вот стояла и вот так вот снимала. У меня и тут был треш, и там треш, и я уже все это уже убрала. Вот тут еще, ну и ванная была, конечно, так, ой, себе это я тоже убрала. Вот, так что начинаем влог с того, что я не ела вообще ничего, просто успела умыться и буду все это убирать при вас. Мне кажется, людям нравится смотреть, как другие убираются. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, я закончила убираться. Сейчас буду пить кофе, своё любимое. Приготовила уже такое кокосовое молоко своё. Продолжение следует... Девочки, получился целый таз просто еды, салата. И так я буду это есть. Салат очень вкусный, рекомендую. Так, ребят, у меня пришла посылочка. Сейчас заберём. Оставили возле двери. Или не оставили? Что? В смысле? А, на двери. Первые, кстати, на двери. Сейчас заберём. Заткрываем. Так, я уже распаковала, что я заказала. Я взяла на зоне такие вот рейд-шоколадки. Мне очень нравится именно этот тёмный, с абельсином, с миндалём, без сахара. Я взяла пастилу, я ела другую, не такую. Вот, мне понравилось, что они такого небольшого размера. А тут поменьше. И как бы мало. Нет сахара, естественно, из яблок, садым-садым. В общем, тоже полезный такой вот перекусик. Мне кажется, вместо сладкого, когда хочется вот именно тортика, знаете, именно печенье каких-то, там, профитроли, эклеров. Знаете, вот когда шоколадки вот не хочется, а хочется вот чего-нибудь такое. И мне кажется, это идеальная замена. Я эти ещё не пробовала, именно вот этот вкус, именно такой фирмы, там, и так далее. Вот, попробую и скажу вам, как вам. Собралась пойти за посылкой. Накрасилась. Ну, джоу, теперь более-менее по-человечески. Также я в домашней вот футболке чёрной, только никому не говорите. Мне было лень просто переодеваться, вот честно. Вот просто лень. Поэтому на улице ещё и тепло, поэтому я надела чисто футболку и пальто, и пойду, короче, забирать свою посылку. Ладно, пошла. Спасибо. Так, девочки, я пришла уже домой. Сейчас сделаем вам распаковку. Мне в магнете дали такой пакетик миленький розовый. Ну, всё по хозяйству, и ничего такого интересного, конечно, не купила, убила. Короче, вот эту штуку, вы знаете, какая она дорогая, по идее. Но и четыре штучки стоили, ну, очень-очень дёшево. Вот, можете увидеть, 299 рублей, 300 рублей, прикиньте, за вот такие вот четыре штуки. Блин, это вообще очень выгодно. Взяла первый раз попробовать такие вот одно место с антибактериальной салфеточкой. Супер, мне кажется, как раз перчатку вот эту вот вытирать. Тот же унитаз, допустим, покрытие вообще самое то. Но три штук, мне кажется, это не так много. Типа, чисто хватит. В общем, да, взяла также универсальные такие перчатки. Три штук. Мне нравятся такие больше, чем для уборки. Такие крупные, большие, мне кажется, они, ну, они для меня не так удобны. Мне нравятся такие. Открыла тоненькие, использовала и выбросила. Взяла такую штуку для мытья окон. Наконец-то, ребят, я помою это окно, которое вот это вот. Раз уж у нас началась мини-распаковка, забыла вам рассказать про свою посылку. В штормшоп мне отправили офигенские кроссовки, которые я ношу чуть ли не каждый день. Также они кладут такие милые хлопковые носочки от Nike. В каждой, каждой покупке, в подарок. Сам магазин находится в Москве, но также у них есть доставка по всей России, но и ближайшие страны. Вы только посмотрите, как они выглядят, особенно этот глубокий синий цвет, просто шикарно. У меня есть для вас промокод Сахая, который дает скидку 10% и будет действовать 72 часа. Поэтому переходите по ссылке в описании. Так, ребят, я померила. Меня смущает, во-первых, эта длина, они мне длинны, хотя вроде как по размеру на сетке не должны были быть такими длинными. Ну, там чуть-чуть только было. И также вот такая вот ходит белая футболка. Это все вместе, это такой наборчик. Вот, мне показалось на фотографии приложения, на Wildberries я заказывала, что футболка прям очень плотная. Ну, что она такая непросвечивающая. Она, видите, как просвечивает? Там платный возврат. Вот что я на Wildberries не люблю, это платный возврат. На Азоне ты можешь вернуть вообще в любом случае, ну, грубо говоря, и вообще за бесплатно. А на ВБ возврат платный. Еще вот 100 рублей вот платить надо, чтобы я вот возвратила все это дело. Ну, это нормально вообще, не знаю. Так, сейчас уже вечер. Вот такое вот. У меня мясо было приготовлено еще вчера. Сварила гречку и просто вот так вот перемешала, так скажем. Это мой второй прием пищи. У меня вот было утром только салат, и все, я после этого ничего не ела. Так вышло, что я была занята и было не до обеда. Потому что у меня завтрак и сразу ужин. Так, сегодня второй день. Не обращайте внимания на мою причесочку. Я только с душа, я очень лохматая. Сейчас я буду потихоньку готовиться и завтрак. От 10 еще нет. Я проснула сегодня очень рано. Кстати, я проснула где-то в 7 утра. Хотя я вчера поздно легла. Я, видимо, просто проснулась. У меня сейчас режимы вообще траблы. У меня с поясницей, кстати, очень сильные проблемы были последние дни. Позавчера я вообще умирала. Поэтому я записалась на массаж. Вот скоро пойду на массаж. Может, поэтому я приняла душ. Ладно, надо было принять душ. Я записалась в какой-то салон. Какой-то классный, крутой, как вы могли бы подумать. Я просто записалась очень быстро-быстро в салон на дому, который делает массаж. Там мужчина массажирует. Вот, возле дома. Что очень удобно. Я не люблю далеко куда-то ходить. Особенно если какие-то расслабляющие процедуры. Кстати, мне еще интересно, как вы относитесь к массажистам, к мужчинам. Вас смущает это или не смущает, или вам без разницы. Записываетесь ли вы только к женщинам. Мне вот это вот интересно. Или вы принципиально, допустим, записываетесь к мужчинам, потому что у них сильные руки. Я скажу так, мне вообще без разницы. Мне кажется, от пола тут не зависит мастерство именно, да. И плюс я не смущаюсь перед массажистами, там, мужчинами, допустим. Потому что для меня вот такие специалисты, такие как врачи, да, вот массажисты, там, и так далее. Может, тренера какие-то. Для меня они просто бесполые. Я их не воспринимаю как, типа, мужчина или, там, женщина, да. Для меня они просто, ну, специалисты, да. Вот. Я, допустим, не смущаюсь идти к врачу, там, уже гинекологу-мужчине, да. Я могу спокойно прийти, показаться. Мне вообще без разницы. Я считаю, что они в первую очередь профессионалы, да, специалисты. У меня есть подруги, которые, вот, допустим, мужчинам вообще не ходят к массажистам, там, гинекологам. Чисто принципиально убирают только женщин. Так, так, так. У меня вот такой вот завтрак, такой же салат, как вчера. Мне вообще ничего не изменилось, поэтому я вам не показывала, как я это готовила. Также тоже стандарт кофе-вода. И также потом на десерт, если захочу, съем такую вот шоколадку, которую я вчера показывала. Я приехала на массаж. Сейчас зайду чуть-чуть. Нет, я приехала прямо вовремя. Ребята, я только пришла с массажа, вот только-только зашла домой. Что я могу сказать про массаж? Мне понравился. Он был, ну, типа, классный. Мне давили, передавили все, что можно. Вот, мне порекомендовали, если боли не уйдут, то 100% идти делать МРТ, потому что, скорее всего, у меня как-нибудь грыжа, либо еще что-то. У меня так забиты мышцы, вы бы знали. Это просто трэш. Мне порекомендовали делать постоянно растяжку. Боже, ребят, хотите прикола? Я сейчас сижу, и я просто понимаю, вот сразу в голове мне приходит сознание, что я-то не заплатила за сеанс массажа. Вот, я вообще про это забыла, так как мне мастер показывал, там, как растягиваться, да, и так далее. Я вообще про это забыла. Я вообще, если честно, после массажа была вообще не в состоянии думать. Я была вот такая вот. Вот, я как об этом вспомнила, мне сразу в WhatsApp написали, типа, ну, куда я ходила, что вот мы, как бы, забыли напомнить, типа, заплатить, там, все дела. Я такая, а, типа, я такая, блин, вот читайте мысли. Я только им хотела написать, что я забыла заплатить. Я говорю, блин, я, говорю, я сама забыла, типа, все, перевела им деньги. Видать, им немножко отлегло от этого, что есть люди, возможно, ну, я, типа, и реально их могла, допустим, сейчас, если я была плохим человеком, заблокировать, и все. И, как бы, было, получается, грубо говоря, бесплатный сеанс массажа. Но я не такой человек, им повезло. Так, ребят, я после массажа полежала, отдохнула, потом появились резко дела, которые нужно было прямо сейчас их решить. И, по итогу, я не успела ничего приготовить, вообще ничего, а я уже хотела очень кушать. Я решила заказать продукты, мне, там, надо было заказать. Я решила, почему бы не попробовать еду в самокате, его часто хвалят, его часто едят всякие, даже мини-блогеры я видела в Инстаграме. Поэтому я решила попробовать. Я, кстати, брала раньше британских пекарень, пробовала в самокате, но я брала что-то другое, оно было очень вкусное и качественное. Даже по виду можно сказать, что оно очень будет такое вкусное. И также я решила попробовать в самом самокате заказать онигири с тунцом. Я его ела только в Кусвиле, онигири с тунцом, он очень мне нравился. Попробуем самокатский и решим, вкусный он или нет. Так, мне кажется, для начала лучше попробовать онигири с тунцом, потом уже кросса. Так, а, вот так, окей, окей, let's go, открываем. Вот этот пакет внутри, ну ладно. Не помню, сколько стоит, но я прикреплю искрины и все что. Это вкусно, вкуснее даже, чем в Кусвиле, когда я брала раньше. Там было слишком много майонеза, тут майонез поменьше. Но, правда, тунца не так много, риса больше, но мне кажется, от этого он не хуже. В общем, мне кажется, очень классно сделано. Буду частенько заказывать, спасибо, самокат. Давайте попробуем круассан. Выглядит вообще шикарно, на самом деле, вообще супер. Вот теперь, ребята, я такая просыпаюсь, иду умываться. Я просто понимаю, что вода желтая. Просто какой-то, блин, течет лимонадик, а не нормальная вода. По итогу захожу в группу сообщества ВК, ну, наших жителей, да, вот этого ЖК. И люди пишут, что это такое, типа, это, короче, произошла какая-то авария, то ли что, короче, это решают проблему только, наверное, ну, завтра или дозавтра, или как-то так. А может, вообще через два дня, потому что сейчас выходные как раз-таки, и никто, по сути, не работает. И я такая, блин. Сегодня уже третий день, у меня сегодня еще по стандарту такой завтрак тоже, кофе, вода. Также сделаю себе такие вот конвертики, можно сказать, но это не конвертики, но сделайте вид, что это конвертики. Молочная колбаса, сыр и яйцо, в общем. Знаете, я тут подумала, у меня столько инфы, я сливаю, так скажем, столько рассказываю в своем телеграм-канале, что мне просто нечего рассказывать в видосах по итогу, во влогах, потому что я думаю, блин, а я буду то же самое рассказывать те, которые в телеге сидят, уже все и так знают. Для них это просто будет скучно, дублирование информации, поэтому... да. Вот, так что если у вас еще нет в телеграме, подписывайтесь, там слишком много информации. Может, вы только посмотрите на эту погоду. Угадайте, кто уснул. Не знаю, ребят, я выспалась вообще-то на самом-то деле сегодня, но что-то я чувствую себя, видимо, так себе. Я последние дни еще заболевала, лежала, я просто уснула, меня просто вырубило. Я хотела делать этот третий день активным, чтобы вам было интереснее смотреть, но я просто понимаю, что, блин, а что делать? Вот вода, которую я с утреца себе уже заказала самокат, и так же я себе, знаете, что заказала? Сейчас покажу вам даже мой холодильник, вот такой вот экспресс-курс. Вот, заказала этот анигири с семгой. Вчера был с тунцом, сегодня с семгой. Будем пробовать тоже, буду рассказывать, вкусная она или нет. Да, вот такой вот стандартный наборчик. Нихера нет. Ой, зато у меня заморозка полная, ребят. Вот так вот, вот так вот. Вот это варенье, которое мне папа привез. Вот, очень вкусная, кстати, натуральная, сладкие дары Якутии. А, пока подвернулась такая возможность, покажу вам, что у меня стоит тут из витаминов. Я видела сообщения, там спрашивали, что я пьела. Ну, во-первых, это хром. Я из-за этого, кстати, пока что ничего не пью, у меня типа перерыв. Ладно, я просто забыла и перестала пить. Хром, да. Я слышала, что он типа нужен. Я его никогда не пила, решила попробовать, смотрите. Обещает стройность, метаболизм и спокойствие. Ну, как видите, тому, что я пробую всякие диеты, хром не сработал. Да. Такой вот витамин С. Надо бы его сейчас, кстати, пить, потому что я же там всякое. Сейчас у меня по здоровью минус. Самое то, да. Очень нужная штука. Я не пью её. Ну, вот такие вот мои натуральные, так скажем, успокоительные. Постоянно с iHerb их заказывала. Вот я как раз, кстати, заказала. Они у меня стояли в шкафу. Ну, закрытые, если что. И вот эта вся ситуация в стране, всё закрылось. Слава богу, что я купила всё заранее. Я его не пью сейчас. Сейчас расскажу, потом чуть позже, как она работает. Вот. Также вот заказала такую штучку-шняшку для своей эндокринной системы. Помнишь. Так, я сказала, что я расскажу про эти фальш-HTP. Я их пью. Раньше пила, точнее. Сейчас же их не пью. Когда у меня были проблемы со сном, когда на фоне стресса, нервов у меня были кошмары. Я не могла спать. Плохо спала. Естественно, потом у меня сон, ну, вот такой. И у меня весь день всё плохо. Ну, короче, вы поняли. Стенит такой немощная. Это всё влияло на мою повседневную жизнь, на мою вообще продуктивность, да, и в целом, типа, на настроение, там, да, и так далее. Я их тогда пила. Я не скажу, что у них какой-то очень хороший эффект, да, что я их пью и сразу такая успокоилась, да, отличный сон. Нет. Но это и не лекарство. Это просто как воды, витамины. Но, конечно, с ними лучше, чем вообще без них. Ну, вот такой вот у меня оба это получается. Немножко странно пахнет. Так, ребят, я посмотрела. Сегодня 25-е. Это и нигири два дня. Ничего страшного. Не открывается. Почему не открывается? Вот тут я уже вижу у нигири. Я уже нори порвала. Рис очень много. И вчера тунец прям чувствовался. А тут семга вообще не ощущается, знаете. Ее очень мало, видимо. Ну, вот смотрите. Ой. В общем, нигири с семгой ставлю дизлайк. Так, смотрим. Сейчас. Юзаю вот эту штучку. Смотрите. Тым, тым. Опа. Опа. Брызгает. Реально брызгает. Смотри же. Опа. Я не знаю, на камере видно или нет. О, и вот так вот моешь. Я слышала, что очень многие говорят, что ломается вот эта вот ручка. И, как бы, знаете, тогда смысл этой швабры просто, ну, как бы, она перестает быть актуальной. Надеюсь, у меня не сломается. Боже, вы посмотрите на это какова. Вот просто красота. Убираться. Одно удовольствие. У меня пылесос, кстати, тоже дерма. Можете увидеть. Там написано дерма, дерма. Так что такая вот парочка у меня будет стоять в углу. А вот этим товарищам говорю, пока-пока. Бай-бай-бай-бай-бай. Кстати, когда я шла, был очень сильный ветер. Я, наверное, уже 500 раз вообще прокляла этот мир себя за то, что я не заказала мои вот эти посылки курьером. Типа, могли бы доставить изи вообще ко мне под дверь. Но нет, надо же было мне сахая запариться и взять пункт выточи и пойти в такую погоду, когда нереально сильный ветер, дождь, блин, и в эту погоду просто идти забирать свою швабру. Также я заказала советский аппликатор. Вот такой вот массажер медицинский для моей поясницы. Вот так вот. Сейчас ляжем, как бы оценим. Посмотрим, что тут. Как тут? Так, девочки, решила сейчас приготовить себе ужин. Мне нужно было... По времени я не успеваю, поэтому мне нужно быстро-быстро-быстро. Так, сейчас я решила приготовить себе жареный рис. Не так полезно, но зато быстро. Я этот рецепт уже показывала. Сейчас дожарю. Вот соус такой вот сейчас пьющий энергетик. Боже. Так, вот такой вот микс добавим. Потом сырок, еще яйца. Ну, поняли, да? Будет вкусно. Ну, посмотрите, как это вкусно выглядит. Кстати, гавайская смесь мне нравится именно только самоката. Она именно какая-то у них очень качественная, такая классная. Вот остальные фирмы мне не очень заходят. Исторический момент. Ух! 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 Вот так вот. И вот так вот. Ух! Ролик подходит к концу. Я не показала вам вес, так как изменений почти не было. Было плюс-минус 100-200 грамм. Я не думаю, что стоит это показывать. Спасибо, что досмотрели до конца. Я очень благодарна за ваши комментарии и лайки, естественно. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok